Коллегам напоминаю, что по ведению могут выступать руководители депутатских объединений, либо председатель комиссии по регламенту, поэтому записываться бессмысленно. Николай Григорьевич, пожалуйста. Уважаемые товарищи, в представленном бюджете на три года указываются прогнозные показатели прежних лет с ростом на 3%. А с учетом инфляции ситуация остается без положительной динамики. Прибыль увеличилась по сравнению с 2021 годом на 13,1%, в 2023 году на 13%, в 2024 году на 12,9%. А если учесть инфляцию в плановых показателях роста, волового продукта вообще не предусмотрено. Отсутствие прогрессивного соотношения между доходами и воловым продуктом свидетельствует о том, что экономика нашего города приобретает застойный характер и нет заметного прогресса. В свою очередь расходы, заложенные в бюджете относительно волового продукта, имеют выраженную тенденцию к снижению с 14,7% в 2022 году до 13,7% в 2024 году. Это 36 с небольшим миллиардов рублей, которые не поступят в бюджет в 2024 году. Выпадающие доходы оборачиваются такими потерями, что на эти суммы можно было бы обеспечить жильем 3600 очередников, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. На эти средства можно построить 60 общеобразовательных школ или 120 детских садиков. В структурах доходов бюджета сохраняется высокий удельный вес налогов с физических лиц. Нам могут объяснить это ростом доходов населения, но рост доходов населения не превышает роста инфляции. Кроме того, в 2022 году предусмотрен рост налогов с физических лиц и этот рост в два с лишним раза превышает рост налогов на прибыль организаций. В прогнозируемой перспективе бюджет не предусматривает ни оживление экономики, ни роста ее доходности. В бюджете предлагается и далее увеличивать удельный вес налогов с физических лиц. Таким образом, правительство города Москвы, не сумев найти пути к экономическому росту, продолжает перекладывать основную нагрузку по формированию бюджета на плечи наших избирателей на москвичей. Нельзя не отметить значительный рост расходов на обслуживание государственного муниципального долга. За три года расходы по этому разделу увеличатся более чем в два раза. А в 2024 году составит больше половины суммы, отражаемой по подразделу социальное обслуживание населения. Совсем не совместимы с намерениями цифровизировать экономику расходы на прикладные научные исследования в области экономики. Они предусмотрены только на 2022 год. И сумма эта в тысячи раз ниже, чем сумма по строке «Другие вопросы». Эта строка бюджетных расходов вообще не расшифровывается. Но есть в данном бюджете и рекордные расходы. С какой целью закладывается такое резкое увеличение расходов на национальную оборону? По сравнению с 2022 годом, в 2023 году расходы на национальную оборону вырастут в пять раз. А в 2024 году расходы увеличатся более чем в шесть раз. В то время, когда система здравоохранения и социальная сфера заметно слабеют. Обращает на себя внимание тот факт, что на 2024 год предусматривается снижение расходов к 2023 году на 1% на национальную экономику. Однако, с учетом заложенной инфляции, это снижение составит как минимум 5%, что является лишним доказательством, что процесс стагнации закладывается уже в бюджете, который мы с вами рассматриваем. Возникает вопрос со среднепрофессиональным образованием. Расходы в 2024 году снижаются на 3% к 2022 году. Это при том, что по своему масштабу предусматриваемые расходы и так являются весьма скромными. В условиях пандемии вызывают тревогу снижение расходов на здравоохранение. В 2023 году по сравнению с 2022 годом эти расходы снижаются на 13%. А с учетом инфляции на 17%, еще хуже обстоит дело в 2024 году, когда по сравнению с 2022 годом снижение расходов на здравоохранение составит 18%, а с учетом инфляции все 26%. И совсем недопустимо, конечно, снижение расходов по строке скорая медицинская помощь почти на четверть, на 23%. При этом на средства массовой информации, обеспечивающие пиар-сопровождение деятельности правительства Москвы, предусмотрено увеличение средств более чем в полтора раза. Нельзя обойти вниманием социальную политику. В бюджете заложено мизерное повышение в полтора процента расходов на эти цели в 2023 году. По сравнению с 2022 годом и с учетом инфляции это не рост, а снижение. В 2024 году по сравнению с 2023 годом идет увеличение не менее на 1%. Но с учетом реальной инфляции в 2024 году произойдет снижение на 7%. Исходя из вышесказанного, с учетом роста цен на товары и услуги, на продукты и лекарства, на тарифы в ЖКХ, а также с учетом постоянного снижения благосостояния граждан и населения, мы не видим возможности проголосовать за данный бюджет. Фракция КПРФ будет голосовать против.